Когда HR смог мне рассказать архитектуру беспилотного автомобиля, я уже тогда понял, что это уникальная компания. Российские разработчики – это сейчас такой бренд в мире. У меня есть такая мечта, что однажды я выйду на улицу, а сам автомобиль подъедет. Я в него сяду на заднее сидение и буду заниматься тем, чем я действительно хочу, не делая вот эту вот рутину. Мы же сейчас не ходим за водой в колодец, правильно? Она же нам поступает. И то же самое я вижу с автомобилем. Если эта система ездит круче, чем экс-чемпион мира Формулы Е, она явно едет лучше, чем я. Привет! Меня зовут Анастасия Карпова. Я руководитель проекта Forbes 30 до 30 в России. И сегодня у меня в гостях Павел Савенков, руководитель группы разработки беспилотников «Единорога» и «Райвал». Паш, привет! Привет! У тебя должность звучит как что-то из будущего. Чем ты вообще занимаешься в «Ераеву»? Да, ну на самом деле, как ты правильно уже заметила, я руководитель группы по разработке систем управления беспилотного транспорта. То есть моей основной задачей является руководить командой, которая непосредственно разрабатывает систему беспилотного управления, не только каким-то одним видом транспорта. То есть у нас супер такая уникальная история. Мы разрабатываем унифицированную систему управления, которая может управлять сразу несколькими разными видами транспорта и сама адаптируется под это. У тебя интересный путь в «Ераеву». Ты с детства увлекался автомобилями. Вот расскажи вообще, ты кем-то мечтал стать? И как так получилось, что вся твоя профессиональная жизнь связана с автомобилями? Это очень интересная, на самом деле, история. Я не скажу, что у меня был какой-то определенный момент, когда я понял, что вот, автомобили – это все, чем я хочу заниматься. В период своего взросления и становления личности, на самом деле, я в первую очередь хотел стать футболистом. Я играл в двух футбольных клубах, на самом деле. По-моему, даже побеждал в турнире «Золотой мяч», такой известный на всю Россию турнир. Затем я занимался бальными танцами. На самом деле, стал даже кандидатом «Мастера спорта». Поэтому это был достаточно профессиональный путь. Потом, уже, на самом деле, к концу окончания школы меня заинтересовала легкая атлетика. И я стал победителем двоеборья там, получил первый взрослый там разряд. Было такое огромное количество энергии, которое всегда хотелось куда-то направить. Но в то же время я активно уже тогда еще визуализировал и пытался себя представить в той или иной роли. То есть, почему это все прекращалось? Потому что я понимал, ну хорошо, ну стал ты отличным танцором, стал ты отличным футболистом. Дальше ты хочешь быть тренером? Ты хочешь быть там тренером по легкой атлетике? И я для себя точно вот находил этот ответ, то что нет, значит, нужно что-то другое, нужно что-то новое. Даже пробовал представить себя в виде актера и, на самом деле, даже получил приглашение на касте. Очень логичный путь после танцев, легкой атлетики. Да, но весь дальнейший период моей карьеры и то, кем я являюсь сейчас, повлиял один момент. После того, как я закончил бакалавриат, у меня появилась возможность поступить в магистратуру на программу двойных дипломов, где мы активно взаимодействовали с немецким университетом, партнером, который... Германия у нас является, скажем так, одной из ведущих стран в сфере автопроизводства. И, то есть, безусловно, у них есть очень много интересного опыта, очень много наработок. И я до сих пор помню ту первую лекцию, когда к нам приехал профессор из Германии и показал нам симуляцию. Что такое симуляция? Это моделированная динамика автомобиля, которая представлена в виде симуляционного инваромента, скажем так, да, то есть в виде как бы компьютерной игры, на самом деле, это выглядит. И он мне показывал ситуацию о том, как просто водитель может объезжать кочку на скользкой дороге и его может развернуть. И тут же прям при нас показывал, как можно сделать небольшой контроллер, который эту ситуацию как бы позволит избежать. То есть за счет там перераспределения тормозного усилия машина оставалась на дороге. Ты думаешь, вау, это так просто, и это спасет миллионы людей, да, которые у нас сейчас страдают от разных инцидентов во время передвижения на автомобиле. И меня это так захватило, видимо, это была связь с моим вот именно автомобильной историей, да, учитывая, что у меня дед еще в свое время даже работал на комбайне, да, отец потом всю свою жизнь и до сих пор работает конструктором. И всегда это было со мной, то есть вот это ощущение автомобиля, присутствия его, когда там появилась первая компьютерная игра, появилось там желание погонять на картинге, стать гонщиком. И все это дало вот в один момент такой какой-то всплеск, то, что это то, чем я вот хочу заниматься. Это именно то направление, где я вот вижу, что мне абсолютно было интересно, да. Я видел и импакт тоже в время, да, то, что я смогу тем самым спасти миллионы жизней, да. Это абсолютно что-то новое. А на кого ты учился, на инженера изначально в университете? Да, на самом деле даже бакалавриат я проходил по программе инженера двигателя внутреннего сгорания. Мне всегда давались инженерные науки, скажем так. Я любил математику, признаюсь. Наверное, такой момент интересный был, особенно в математике, когда я познакомился с преподавателем, который научил меня решать задачки альтернативным путем. И это было интересно. Я до сих пор даже помню уроки, в которых нам преподаватель объяснял, как решается эта задача в 11 строк. Я говорил, я решу ее в 3 строки. Давай, попробуй. И решалось. И потом мы действительно решали этим методом, который мне показали, и это было очень интересно. Я понимал, что с техническим образованием я, наверное, смогу стать кем угодно. То есть техническое образование именно мне давало представление о том, что я буду понимать каждый процесс, как он устроен, а затем уже смогу это как-то адаптировать под себя, под свои нужды. Расскажи про опыт учебы в Германии. То есть ты в магистратуру поехал в Германию. Что это был за университет? Я поехал в магистратуру, в технический университет Эльминал по программе Automotive Engineering уже. То есть это именно уже разработка системы управления как раз таки автомобилями. То есть все вот абсолютно новейшие системы автомобиля, нас с ними знакомили. Как раз таки познакомились с электротранспортом, то есть с функциями автономного вождения на тот момент. Это была программа двойных дипломов. Год мы учимся в России, к нам приезжает преподаватель, и затем мы на полгода, как минимум на полгода, уезжаем в Германию, проходим всю программу обучения там, начинаем писать нашу магистрскую работу, и уже получаем два диплома на выходе из этого. Вот с той самой первой встречи на самом деле с преподавателем я настолько окунулся в это все, что мне на самом деле вообще больше ничего не надо было. Я сам начал себя, скажем так, двигать к этой цели, познать это все, потому что я по сей день считаю, что на самом деле это одно из самых важных качеств, то, что как ты себя двигаешь к тому, то есть я считаю, что человек, который заинтересован, он всегда все сам найдет на самом деле. Главное здесь вот этот внутренний движок, который тебя двигает к этому. И с того времени я начал активно сам изучать, списывался с преподавателем, чтобы он меня направил именно где мы видим направление моей будущей магистрской работы, научной работы. И так получилось, что по приезду в Германию я уже активно набрался знаний. Говоришь по-немецки? Нет, я не говорю по-немецки. Программа была на английском. Пару фраз, да. Программа была на английском, нам нужно было сдать IELTS-тест для попадания уже, скажем так, в Германию. Поэтому я учил активно английский и занимался, вот, скажем так, больше уже научной работой весь этот год перед Германией. И когда я уже приехал, на самом деле я уже активно вовлекся во весь этот научный процесс, и мы уже начали взаимодействовать с преподавателем, уже занимаясь научной работой. То есть не просто в рамках магистрской, а именно уже в каких-то проектах даже. Мы ездили на испытания, на полигон. Это были невероятные ощущения, когда это был очень интересный момент, который на самом деле активно как раз подбодрил меня идти дальше в этой сфере, потому что когда ты видишь результаты своей исследовательской работы прямо вот перед тобой, это невероятно. То есть вот это то, что драйвит меня до сегодняшнего дня, скажем так, видеть свои продукты живыми. И у нас было на самом деле очень интересное испытание. Нам нужно было имитировать лед. Мы тестировали систему антипробуксовочного скольжения, и мы имитировали лед за счет того, что брали ведро воды, брали мыло, швабру, все это разливали и имитировали за счет этого, чтобы было очень скользко прямо на асфальтовой дороге. И так это тоже дает понимание, как это все устроено, и как же тебе смоделировать, скажем так, какие-то кейсы. Безусловно, мы затем использовали, помимо вот таких натурных испытаний, результаты моделирования, пытались смоделировать реальное поведение автомобиля уже в программной среде. И все это так сильно повлияло на меня, что я стал абсолютно практически автономным и начал развиваться в этой сфере уже самостоятельно. Но в Германии тебе удалось поработать с какими-то крупными производителями автомобилей, легендарными немецкими? Все-таки я был на тот момент еще студентом. Не будем называть их имена. Но на тот момент, когда мне показывали все результаты вот этих исследований, моделирования, моделирования, университет уже активно взаимодействовал с такими компаниями, как JLR, Jaguar Land Rover, BMW, у них был проект по тормозной системе. И то есть косвенно все равно я участвовал, скажем так, в этой работе, ну не напрямую, безусловно. Но я понимал, что класс, все ведущие компании мира используют вот именно это. Они используют те же инструменты, скажем так, моделирования, те же инструменты написания кода. И ты можешь сделать практически то же самое. И это было действительно круто осознавать. Насколько подход обучения в России и в Германии различался? Очень хороший вопрос, на самом деле, на который я долго достаточно думал. Прежде всего, я бы хотел отметить эта мотивация, да, которая появляется у тебя, когда тебе показывают уже реальные кейсы. То есть у нас было очень много теорий. У нас было прям невероятное количество теорий. И никто не говорил, что, ребята, куда вы можете это все применить? Мы можем с вами съездить там на какой-то завод, показать, и вот вы можете напрямую повлиять вот на это. Вы можете сделать этот процесс лучше как-то там, автоматизировать его. И в Германии вот это в первую очередь мне как бы показали, вот именно мотивационную составляющую. Что ты можешь добиться, если ты будешь делать это, если ты будешь изучать это. И вот это основной, наверное, фактор, который я вижу, именно мотивация. Потому что как только у человека появляется и мотивация, ну, мне кажется, преподаватель уже в этом случае становится советником, помощником. А дальше ты уже всегда проходишь свой путь самостоятельно, познание этого всего и так далее. Вот что входит в твои задачи ежедневные? Ты приходишь на работу и... Моей ежедневной задачей сейчас больше стало управление командой, да, не сколько решение каких-то уже инженерных задач, да, не написание кода, а именно уже понимание с точки зрения бизнес-приоритетов, какие у нас сейчас стоят, бизнес-требования и требования с точки зрения регулейшн, да, то есть мы разрабатываем все-таки критически важную систему, да, которая должна повышать безопасность на дорогах общего пользования. Поэтому моей уже задачей является такое большее управление и реализация вот этих вот требований, непосредственно которые выполняются моей командой. А насколько большая вообще у тебя команда? Наше направление всего селф-драйвинга сейчас состоит порядка 60 человек, то есть вот до июля я конкретно управлял небольшой, скажем так, командой именно разработки системы управления, это у нас команда порядка 8 человек. Интернациональная команда, я должен сказать, у нас в команде есть как грек, венгер, швейцарец, и также и русские ребята, и также ребята из Англии, поэтому у нас такая достаточно сплоченная небольшая команда была, к которой мы вот решали задачи именно по управлению. Но сейчас вот моя роль состоит в том, чтобы уже, скажем так, в матричной большей структуре выдергивать ребят из определенных подкоманд, и то есть получается так, что я сейчас активно взаимодействую сразу с тремя командами, не только с командой селф-драйвинга, порядка 60 человек, но еще и со смежными ребятами, с таких систем, как Human Machine Interface, то есть это вот эти все нотификации водителя, поэтому, ну, порядка 100 человек, с кем я, наверное, взаимодействую, вот так вот, очень активно. Но обычно, когда суперинтернациональная команда, это всегда вопрос того, как разные культуры, в том числе бизнес-культуры, мэтчатся. Вот как вы внутри решаете этот вопрос? Греки, англичане, русские? На самом деле очень интересный вопрос, и я думаю, что здесь больше идет от философии самой компании, какие именно она ставит цели, какие у нее ценности. То есть у нас вот всех в Ирайву единая такая цель, скажем так, создать такой уникальный продукт, который не просто решает задачи какого-то бизнеса, просто продать что-то, а именно с точки зрения как такового импакта. Мы все хотим сделать наш мир лучше, и вот в каждом, наверное, под команде этот дух чувствуется, что каждый не просто хочет как-то решить свою задачу, он старается ее выполнить таким вот наиболее качественным, наиболее там стоит за арт путем. Поэтому эта философия на всех объединяет. И я не могу сказать, что у нас возникают какие-то разногласия, потому что когда люди объединены единой целью, ну, все движется само собой. А какая у тебя мотивация в работе? У меня мотивация в работе? На самом деле у меня есть мечта. Я до сих пор считаю, что мы все в этом мире не просто так. И мы должны сделать что-то, что действительно произведет импакт с положительной точки зрения. Планеты, просто буквально вокруг себя что-то сделать лучше, чтобы запомниться этому миру с положительной точки зрения, что ты улучшил, ты пришел сюда, и ты улучшил что-то вокруг себя, а не просто как бы прожил какую-то жизнь и что-то даже испортил, нанес кому-то вред. У меня есть такая мечта, что однажды я выйду на улицу, у меня сам автомобиль подъедет, я в него сяду на заднее сиденье и буду изучать там какие-нибудь материалы, заниматься тем, чем я действительно хочу, не делая вот эту вот рутину, причем не просто рутину, да, рутина, которая достаточно небезопасная. То, как управляют автомобилем водители на сегодняшний день, это не всегда безопасно. То есть человек всегда будет нарушать правила, человек не всегда будет ездить по оптимальному пути, человек не может предвидеть каких-то ситуаций на дороге, что может делать автономная система. И я вижу вот сейчас управление автомобилем, то, как мы едем, это достаточно рутинная работа, которую ты вынужден выполнять ежедневно, чтобы попасть из точки А в точку Б. У меня такой вопрос. Мы же сейчас не ходим за водой в колодец, правильно? Она же нам поступает автономно в наш дом, да? И то же самое я вижу с автомобилем. То есть у меня есть мечта автоматизировать вот этот аспект, который поможет нам снизить вот эти вот риски, да, огромные, которые появляются у нас при управлении автомобилем. Плюс поможет человечеству, на самом деле, познать абсолютно что-то новое, да, то есть тратить время именно на улучшение нашей планеты, именно на улучшение нашей ежедневной какой-то рутины, да. Ты как человек, который занимается вот этим ежедневно, скажи, как быстро это станет реальностью? Когда мы сможем действительно вот так вот пользоваться автомобилем, который будет совершенно автономно ездить? Это такой сложный вопрос, то есть действительно множество компаний уже активно занимаются этим, и уже есть успешные кейсы вывода продуктов подобного рода, но все они все равно пока взаимодействуют с человеком. То есть больше сейчас это правильно проинтегрированные между собой системы помощи водителям, нежели вот полноценностью автономное какое-то решение, которому ты там задал точку, и ты не должен быть вовлечен даже в этот процесс. То есть если мы говорим там по степени автоматизации уровня 4-5, это когда от человека не требуется уже практически ничего, и вот наши там руль, педали становятся уже опциональными, то мой прогноз это порядка 5-7 лет, на самом деле, когда уже появятся такие автомобили. Тут больше вопрос оценки рисков, потому что сейчас все на стадии валидации таких действительно корнер-кейсов, потому что, ну, можно представить себе, да, автомобиль это все равно беспилотный, особенно состоит из множества сенсоров, как его человек на самом деле. То есть у нас есть глаза, это тот же персепшн в автономном автомобиле. И если мы закроем глаза на скорости 200 км в час, что как бы произойдет? Ну, это действительно такой момент, такие кейсы, которые сейчас вот находятся на стадии такого валидирования. А какая из систем вот в современном мире на данный момент является наиболее хорошо разработанной? Ну, сейчас вот как раз-таки системы помощи водителю, вот, скажем так, уровень первый, уровень второй, да, автоматизации, они достаточно хорошо задокументированы. То есть они уже именно определены рамками, регулейшнами, да, то есть для того, чтобы это было сертифицируемо, что нужно делать в определенных моментах. То есть расписаны все сценарии, как должна вести себя система. То есть когда мы говорим о полностью автономном транспорте, то есть это таких кейсов становится, ну, я там, не знаю, экспоненциальная, наверное, зависимость от каждого уровня автоматизации. И поэтому, ну, просто это действительно очень большой объем работы, который нужно задокументировать, четко описать, да, именно последовательность действий, что должно происходить при отказе такого или иного рода системы в такой ситуации. Расскажи про ваши ВНы. Очень интересно, как вы их используете в России, сколько их здесь вообще, что в основном вы на них тестируете? Ну, на самом деле, как я говорил, у нас основная ставка в России на программное обеспечение, да, в основном мы здесь разрабатываем. Программное обеспечение и ВНы у нас здесь в России для того, чтобы вот на них как раз-таки непосредственно на машине испытать что-то новое, то есть скатить новый софт, проверить что-то непосредственно прямо здесь, то есть чтобы у разработчиков была возможность, как я уже ранее говорил, именно самим проверить и почувствовать, как их софт работает. То есть это действительно важная составляющая, самому проверить и почувствовать, что же это такое. Дает очень хороший фидбэк на том, чтобы сделать это потом лучше, качественнее, и, безусловно, это ускоряет сам процесс разработки, когда у тебя есть непосредственная отладка этого на машине. То есть ты, находясь в офисе в Петербурге, можешь пойти в гараж, у тебя стоит эта машина, сесть за руль и тестировать то, что ты там только что разрабатывал. Да, именно так мы и делаем на самом деле. Мы частенько устраиваем такие промежуточные ревью, чтобы понять, как это работает, даже находясь здесь в России. То есть мы приглашаем ребят, ребят причем даже со смежных других направлений, которые могут дать свою обратную связь. То есть очень важна именно мегагранность твоего решения, когда ты не только учитываешь мнение своего разработчика, каких-то стейкхолдеров, но еще просто люди, которые могут являться практически конечными пользователями, должны прийти и протестировать то, что ты уже сделал. То есть это люди не из компании, какие-то внешние люди. Вот именно такой ресерч с людьми не из компаний, а из целевой аудитории у нас проводится в Англии. То есть у нас есть специальное подразделение, там Human Factors называется у нас команда, которая как раз-таки ответственна за то, чтобы собрать вот эту вот обратную связь со всех именно пользователей. В том числе даже от людей с ограниченными способностями. То есть компании Rival учитывают прям вот все фидбэки возможные. Насколько здесь цена ошибки велика? Если вы тестируете на венах, и там что-то пошло не так. Всегда хорошо ошибаться здесь и сейчас, нежели потом найти эту ошибку где-то уже, когда продукт будет передан клиенту, либо уже будет находиться на дорогах общего пользования. Безусловно, для автомобильной сферы. Ошибка здесь и сейчас – это бонус, особенно на стадии, когда вы только еще выходите в продукт. Поэтому нет ничего ценнее найти эту ошибку здесь и сейчас. Разбить вену сейчас – это ок. Ну да, но до такого не доходило. То есть даже все наши испытания, они учитывают все эти особенности. И даже мы планируем испытания так, что даже если что-то пойдет не так, чтобы всегда это было безопасно, тестирование не приводило ни к каким последствиям. То есть они изготавливаются в Англии, и вы их сюда переводите. Да, именно так. Это полноценная машина, которая сходит с конвейера в Англии. Да, только собирается именно на заводе. У нас нет конвейера, и как раз-таки нет такого понятия конвейера в Ираево. Давай вернемся в твою историю. После того, как ты вернулся из Германии, ты пошел работать на КАМАЗ. Расскажи, чем ты там занимался, почему именно КАМАЗ? На самом деле, это очень интересный момент. Во-первых, наверное, стоит сказать о том, почему я вернулся из Германии. Мой преподаватель был абсолютно уверен, что я останусь на продолжении моей написания магистрской работы. Уже было там все согласовано предварительно с кафедрой, что вот есть такая возможность. Но я планировал жениться. И именно поэтому... У тебя была другая мотивация. На самом деле, это очень интересный момент, что перед отъездом в Германию я сделал предложение своей уже текущей супруге. И я сидел буквально в общежитии и не мог себе представить, что вот я возьму этого человека, привезу сюда. И что мы будем делать как семья? Что она будет делать как независимый человек? Человек, который тоже находится в стадии формирования, скажем так, в стадии активного роста, в своей деятельности. И я вот этот момент не мог себе представить и понимал, что, наверное, не стоит этого делать именно сейчас. Также я не планировал, на самом деле, изначально заниматься академической работой. Я понимал, что я далеко не самый прекрасный ученый. Я больше хотел именно прикладного чего-то сразу. То есть что-то узнал, применять, разрабатывать, выводить в продукт, видеть вот этот весь процесс. То есть континуус такой сразу. Не просто что-то ты долго изучал, и это когда-то будет реальностью, а именно вот интересен был сам процесс реализации продукта уже непосредственно. Поэтому я вернулся в Казань, и КАМАЗ, вот это был интересный проект, то есть достаточно перспективный, о котором я услышал. Совместно с Казанским федеральным университетом был проект о том, чтобы автоматизировать грузовик, полноценностью там 10-метровый КАМАЗ, чтобы он ездил сам по заводу, отвозил груз и приезжал обратно, то есть буквально не взаимодействуя даже там с оператором. И плюс здесь было сочетание города, города Казани, в котором я мог продолжить писать свою магистрскую одновременно и участвовать непосредственно уже в каком-то разработке прототипа, первичного вот именно беспилотного автомобиля. На самом деле уникальный проект, и я очень благодарен этому проекту по сей день. Сколько опыта и знаний я получил, у него просто невероятное количество. Потому что нам приходилось создавать все абсолютно с нуля. У нас не было там в начале представления, как это делать, потому что на тот момент этого активно нигде не было еще. И поэтому мы с нуля, с командой разработчиков обучались всему, очень много познавали, пробовали, экспериментировали, сделали там малогабаритную платформу, на которой это испытывать, прежде чем это пробовать на основном грузовике. И я до сих пор работаю с ребятами, до сих пор мы одна команда с ними, с которыми я тогда познакомился в рамках этого проекта. То есть ты их потом пригласил в свою команду в Arrival? Да, именно. Потому что мы прошли такой путь, вот не знаю, мы сблизились не просто как команда, мы начинали друг друга понимать без слов, что каждый умеет делать очень хорошо, и что от него требуется. Поэтому по сей день нам максимально комфортно работать с друг другом, и мы стараемся держаться такой командой. Я позвал их работать в Arrival, и мы сейчас делаем уникальные продукты вместе. Как Arrival случился в твоей жизни? Откуда ты узнал про эту компанию? Как я уже говорил, я очень хорошо общался со своим преподавателем в Германии. Да, безусловно, момент моего отъезда в Россию повлиял на наши отношения. Он не понял, да? Он просто не понял. Ну, я даже сам себя до сих пор, наверное, не представлю, что ко мне приходит человек, которого ты активно верил, вкладывал свои усилия, и говорит, я поехал жениться обратно в Казань, и типа, до свидания. Ну, я до сих пор действительно с трудом представляю, как он это воспринял, да, но тем не менее, да, мы поддерживали связь, я продолжил писать магистрскую работу, он также был моим научным руководителем до конца этой работы. Я говорил, что вот сейчас участвую в уникальном таком проекте по разработке беспилотного грузовика, и в один момент я увидел, что он на Линкдине, увидел, что он перешел в компанию Arrival. Я уже слышал о компании Arrival, что она присутствует в России, но чтобы связь найти, да, мой преподаватель в Германии, который я знаю, что, ну, прекрасный разработчик тормозных систем, переходит в компанию Arrival, и я просто пишу, как, что, я о них слышал. И он тогда мне рассказал, что в компании Arrival есть действительно крутая команда в России, которая занимается разработкой программного обеспечения, и в том числе основной костяк команды селдрайвинга находится в Питере. Ну, у меня уже не оставалось других вариантов, как просто подать резюме. Расскажи про процесс подачи резюме в Arrival. Тебя порекомендовал все-таки твой преподаватель, или ты просто подал на вакансию с улицы? Насколько это вообще реально, попасть с улицы в такую компанию? На самом деле у нас достаточно простой процесс в компании Arrival. Есть список открытых вакансий, и даже если кто-то хочет порекомендовать кого-то, он может смело скидывать резюме HR и сказать, что вот на такие-таки роли вроде бы может этот человек подойти, и все. Дальше уже процесс полностью автономный. То есть в данном случае, да, я скинул резюме преподавателя, он же просто отправил так же в HR и сказал, что типа, если есть какие-то вакансии, пожалуйста, рассмотрите этого кандидата. То есть абсолютно прозрачный процесс подачи. Любой может податься на любую из вакансий, даже внутри компании. То есть у нас достаточно открыты мы все к каким-то новым возможностям. И со мной достаточно быстро связался HR, и вот это первое впечатление не изменить. По HR ты понимаешь всю компанию, на самом деле, ее структуру, и то, насколько подходят детально к каким-то решениям. Когда HR смог мне рассказать архитектуру беспилотного автомобиля, я уже тогда понял, что это уникальная компания. Мой онбординг в компанию прошел достаточно быстро, да, то есть буквально меня, знаешь, так как подарочек взяли и уже через неделю отправили на интервью в Питер. Это было абсолютно уникально, что тебе вообще ничего не приходилось делать. Да, это было еще в доковидную эпоху. То есть мне прям буквально оплатили все билеты на самолет, сняли гостиницу, привезли меня, и я уже вот стоял через неделю с оффером в руках, и, ну, это было прекрасное ощущение компании. Наверное, у меня не осталось ни одних аргументов, чтобы отказать в этом, да. То есть я видел, насколько индивидуальный подход развит в этой компании, несмотря на то, что я подавался на роль инженера. То есть просто на базового инженера, разработчика беспилотных автомобилей. Все верно, да. То есть именно как раз-таки в компании открывалось, скажем так, и активно развивалось еще вот это вот направление разработки системы управления беспилотного транспорта. На самом деле было достаточно трудно, так как в предыдущем проекте мы делали практически все. То есть начиная там с персепшена, планинга и управления. Мы занимались абсолютно всем, то есть роли были абсолютно такие смежные, и направление наших как бы разработки было достаточно такое, обширное. Но вот я для себя понимал, что именно разработка системы управления мне максимально близка, и она очень матчилась с тем вот опытом, который я получил в Германии. А что компания от тебя хотела как от кандидата? Какие были требования? Ну, на самом деле там специфичные, скажем так, к самой разработке, да, то есть именно среда программирования, необходима была понимание теории управления, да, что это такое, то есть фундаментально. Безусловно, базовые знания и математики без них в инжиниринге вообще никак. Ну и в принципе, то, чтобы я был достаточно коммуникабельный и открытый к вызову, да, вот открытый к чему-то новому, то есть не отказывался от чего-то нового на стадии там только инициации проекта, да, а именно вот искали такую вот открытость и желание развиваться. Вот это вот я чувствовал с самого начала, говорю, даже со знакомства с HR. Насколько в компании сильна роль основателя Дениса Светлова? Денис очень некальный человек, у меня есть на самом деле история о том, как, наверное, рассказать вкратце, кто такой Денис. Нет, совсем недавно у нас состоялась гонка, у нас есть такой проект, как Human vs. AI, где мы гоняемся с экс-чемпионом мира Формулы Е Лукасом Деграсси против нашей автономной системы, то есть две машины соревнуются о том, кто из них поставит лучший круг. Денис лично приехал посетить это мероприятие, чтобы, ну, оценить, на самом деле, у него, из-за чего родился этот проект. Это родилось из-за ставки между вот Лукасом Деграсси и Денисом о том, что Денис сказал, что построит такую систему, которая сможет ехать быстрее, чем профессиональный гонщик. И вот во время приезда на этот челлендж Денис не просто, да, наслаждался вот, скажем так, самим прогрессом, не смотрел на сам челлендж. Денис провел основное время, на самом деле, в инжиниринговом вот этом центре, где у нас все графики, все данные с автомобиля. И причем не просто, да, пытаясь вот понять каждый момент, что происходит в этот момент на треке, почему именно профессиональный гонщик едет так, почему мы едем так. Но и вот степень погруженности была настолько, ему было даже интересно, какими мы параметрами это управляем, да, что у нас присутствует в системе, какие мы методы моделирования используем, и даже мог порекомендовать, какой из них нам стоит использовать и на что обратить. То есть в этом плане это вот тот тип лидера и руководителя, за которым хочется идти, потому что ты понимаешь, что вот у него присутствует вот эта вот внутренняя энергия и постоянное желание саморазвития, да, и ты понимаешь, насколько внимательно он относится к деталям каждого проекта. это прекрасно. Ты в работе взаимодействуешь напрямую? Сейчас активно, так как вот с Юли я начал переходной процесс на новую роль фич лида, да, нашей основной задачей именно является вот грамотное распределение вот этих вот бизнес-требований, да, представления продукта и вот наших технологиях, которых мы выводим на рынок сейчас системы помощи водителю, да. У Дениса есть особое мнение на этот счет, и поэтому мы достаточно часто стараемся взаимодействовать, чтобы это сходилось, наше общее понимание системы и как оно будет реализовано. Как твоя роль за те несколько лет, которые ты работаешь в компании, трансформировалась? На какие задачи ты приходил и что сейчас изменилось за это время? Да, ну, приходил я на прям инженерные задачи, то есть писать код, решать именно, разрабатывать систему управления. Постепенно я трансформировался в тех лида, потому что компания начала активно расширяться. У нас появилось очень много проектов, связанных как раз таки с развитием систем управления. У нас появилось очень много проектов, таких как RoboPilot, где нам надо было создать полностью автономный вэн, который сможет автономно передвигаться по депо, распределяя сам грузы. Также вот эти вот гоночные проекты. Все это способствовало тому, что я перерос в роли в тех лида, которым приходилось как бы понимать и мерджить все вот это вот со всеми проектами и строить такое унифицированное решение, чтобы одновременно выполнять все эти требования. И сейчас я вот активно уже перехожу в такую продуктовую фазу, где моей основной ролью будет создание этого продукта, вывод его на рынок и уже продукт life cycle, то есть с обратной связью именно продукта, с постоянными обновлениями, с выводом новых продуктов именно вот в сфере как раз таки автономного вождения и системы помощи водителя. То есть абсолютно такой процесс, который на самом деле и связан с самим Arrival, который переходил из стадии, скажем так, какого-то ресерча, да, прототипирования и уже сейчас это абсолютно продуктовое такое направление и нашей основной задачей сейчас является выпуск продуктов. Расскажи, пожалуйста, зачем вам проект с гонками? Мы разрабатываем нашу технологию беспилотного вождения именно как водитель, да, то есть ты можешь в любой момент сесть за автобус, сесть за вэн или за гоночный автомобиль и управлять. То же самое мы как бы внедряем в нашу технологию, что она должна уметь управлять любым транспортным средством, то есть вообще быть независимой, то есть викл-агностик. Но гоночный кейс мы выбираем для того, что мы можем провалидировать это и протестировать в суперэкстремальных условиях. То есть это езда на лимитах, езда в сложные погодные условия, да, и плюс за, скажем, такой референс мы выбрали экс-чемпиона мира, нам равняться, точно ли мы делаем все правильно, насколько мы это делаем правильно. И основная наша такая цель здесь, да, в этих проектах, в гоночных беспилотных проектах, чтобы сделать такую систему настолько безопасной, что мы можем ездить даже круче, чем профессиональный водитель. И среди статистический любой водитель скажет, если эта система ездит круче, чем профессиональный водитель, чем экс-чемпион мира Формулы Е, она явно едет лучше, чем я. То есть это одновременно валидация критических условий и формирование вот того самого доверия, скажем так, к людям, ну, то есть относительно беспилотных технологий. Ну и какие сейчас результаты между вашей системой и экс-чемпионом мира? Ну, я скажу, мы сейчас настолько близко, что мы начинаем смотреть на правила, да, то есть мы начинали уже, то есть начиналось все так дружески, да, давайте проедем, когда разница была там больше трех секунд на круг, больше там действительно большого... Три секунды это очень много для рейсинга, и особенно мы говорим о том, что мы соревнуемся на одном и том же автомобиле, это действительно много. Сейчас мы действительно настолько близко, то есть это десятые, сотые доли секунды, и даже человек порой обучается чему-то у нас, у нашей технологии, поэтому это взаимный процесс, то, что делает для нас вот этот гонщик, да, он помогает нам развивать эту технологию, так же и он, как человек, обучается в этой системе. На одном автомобиле... Да. То есть сначала машина едет, управляемая вашей технологией, потом за эту же машину садится Лукас. Да, именно так, то есть это прям один и тот же трек, один и тот же автомобиль, все, что в ней разное, это беспилотное управление или человек, все. Чем ваша разработка отличается от конкурентов? Rival старается идти абсолютно своим путем, да, то есть анализируя то, что делают другие. Мы ни в коем случае не хотим повторять за другими ОИМами, как обычно это делают. Прежде всего, да, Rival делает такие технологии, которые не просто там для определенных потребностей нужны, он делает их так, чтобы они были максимально sustainable, да, не приносили вред окружающей среде, поэтому мы делаем там электрический транспорт only. И также стоит отметить, что сам метод производства, который Rival внедряет, это использование micro factories, то есть это локальные, буквальные, работе к ячейке, которые могут быть установлены буквально в любом городе, развернуты. Быстро. Да, максимально быстро, то есть максимально несложно, это даже не занимает много пространства, что позволит практически в любой точке мира производить автомобили и Rival. По сравнению, да, с Gigafactory, с автомобильными цехами, которые другие компании пропагандируют. То есть правильно я понимаю, что это своего рода мобильные factories, которые вы можете перемещать, в том числе по миру. Да, все именно так, и помимо, да, не просто перемещения, мы наоборот планируем везде там устанавливать как раз таки эти micro factories. А в чем преимущество micro factories перед большими производствами? Это только экология или это еще какие-то бонусы для бизнеса? Ну, в первую очередь, это максимальная мобильность, да, то есть вот эти огромные помещения находить в городах, особенно там в городах, где супер высокая плотность, да, население, это достаточно сложно. То есть macro factories достаточно гибкие в этом. Как ты видишь себя в компании через три года, через пять лет? Какой трекшн тебе хотелось бы иметь? Сейчас достаточно сложно так прям высоко прогнозировать, да, то есть я еще и совсем недавно вот как бы получил возможность перейти на новую роль, поэтому я вижу сейчас вот основную, основную свою задачу именно вот в продукте, именно в выводе этого продукта. Но это активно как раз-таки матчится с моей философией, да, с тем, что вот я как специалист, который постоянно хочет развиваться и расти, так же, как и продукт, хочу так же расти, да, то есть именно стадия вот такого ресерча, прототипирования, она для меня уже завершена, да, и я именно хочу сейчас выводить вот эти вот уникальные продукты в люди и видеть вот эту обратную связь, что мои продукты делают и как они помогают людям. Как тебе кажется, ты смог бы быть предпринимателем, фаундером? У меня здесь на самом деле особое мнение, что не обязательно быть предпринимателем, чтобы чувствовать себя такой важной частью компании на самом деле. То есть если у нас все станут предпринимателями, то что мы все будем делать? Предпринимать. И то есть я считаю, тут все зависит от компании на самом деле, от ее философии, от ее возможностей и от того, как ты себя позиционируешь, да, то есть я чувствую себя абсолютно независимым, я даже не чувствую себя наемным сотрудником в этой компании, потому что я вижу прямой импакт, который я привношу в эту компанию, и сама компания достаточно не ставит мне никаких рамок, да, то есть я действительно не чувствую себя наемным работником. И это круто. Я чувствую себя действительно влияющим на этот бизнес. И такая критическая сфера, да, как автомобилестроение. Достаточно сложно просто сказать, я буду предпринимателем и построю там действительно... Конкурента. Да, и потому что это огромные инвестиции, это очень критически важно, сложная там сложная с точки зрения техники сфера. И просто сказать, что там я пошел предпринимателем, потому что я так хочу, сложно. Это действительно огромный багаж инструментов у тебя должен быть с собой, чтобы стать предпринимателем в этой сфере. Но это возможно, на твой взгляд? Вообще, насколько рынок готов к появлению небольших компаний без такого там большого финансирования, как у Rival, как у Tesla? Все возможно. Вот я всегда считаю, что любой продукт найдет своего клиента. Те же, на самом деле, одни из самых известных автопроизводителей рождались просто в гараже. Просто нужно всегда вкладывать свою философию. И даже если ты решил стать предпринимателем, я самое главное считаю, что нужно вкладывать в это себя. Потому что только твой путь будет уникальным, только ты можешь сделать что-то по-особенному. И тогда даже, пусть она и будет и маленькая компания, но она найдет своего клиента, найдет развитие своего. Поэтому я считаю, что все возможно. Расскажи, как устроена работа компании, в каких странах есть офисы, как распределяется роль вот этих офисов, какие люди, где работают, где основная там разработка, управление. Да, но у нас на самом деле офисы по всему миру. То есть основное, скажем так, речки у нас в Лондоне, в Англии. Также есть заводы, которые находятся в UK. Плюс у нас есть офисы в Америке, в Германии, в Израиле, где производят зарядные станции. И также у нас несколько офисов в России, где основное у нас является разработками программного обеспечения, начиная там от финтеха, заканчивая сэлф-драйвингом и другими продуктами. Насколько часто ты куда-то ездишь и взаимодействуешь с иностранными коллегами? Да, на самом деле, когда я только пришел в компанию, это было такое уникальное время, 2019 год, все еще открыто. И я до сих пор помню, как в ноябре либо в декабре я провел в Питере всего два дня. То есть у нас были постоянные вот эти перемещения по миру, когда активно участвовали в проекте вот как раз-таки победить человека, да. Мы ездили буквально там в месяц на три недели в Англию, потом могли уехать на гонку во Францию на две недели. И все было в таком очень динамичном темпе. На самом деле, с ковидом ситуация зачелленджила нас. И я считаю, что зачелленджила нас в лучшую сторону, что мы как раз-таки стали больше думать о таких процессуальных вещах и средствах вот этого моделирования и том, как нам со всем этим удаленно справиться. В результате, я здесь недавно был на самом деле день, когда мы в один день тестировались в трех разных местах в Америке, в Лас-Вегасе у нас была гонка, в Англии проводились активно тесты для другого проекта и здесь, в России. И все мы это делали одной командой, сидя там удаленно по домам либо в офисе. И это было прекрасное чувство того, что мы все-таки справились с этим, что если раньше, да, мы там могли поехать туда напрямую, принять участие в каждом тесте, то сейчас нам это помогло масштабироваться так, что мы можем сидя в одном месте участвовать во многих ивентах и челленджах одновременно. Насколько тебе самому было сложно перестраиваться в пандемию? Как это повлияло на твою работу? На самом деле, я считаю, что основной прогресс в своей работе я сделал как раз в пандемии, потому что она меня заставила как раз таки, она подчеркнула те инструменты, которые у меня когда-то были, то есть вот это вот средство визуализации, которым я активно пользовался там даже с детства, то есть именно моделирование чего-то, какой-то ситуации в голове, они вышли на совсем другой уровень и ты примерно понимаешь, что происходит и как буквально у тебя в голове, скажем так, вместо того, что раньше тебе там надо было это видеть воочию и так далее. Поэтому я считаю, что в ковид, наоборот, я даже сделал большой прогресс в этом. И наши процессы именно разработки, именно тестирования, они вышли на совсем другой уровень. но именно вот из-за этой ситуации, да, мы достаточно сделали хороший прогресс. А ты в основном работаешь в офисе или из дома? Я все равно работаю сейчас из офиса, потому что я люблю на самом деле саму рабочую атмосферу, несмотря на то, что я умею абстрагироваться, умею визуализировать. Мне просто сам процесс работы в офисе очень нравится. Ну и плюс у нас действительно прекрасные офисы. Плюс у вас в питерском офисе есть какие-то симуляторы, то что... Да, нельзя не отметить, что безусловно у нас есть и симулятор, на котором мы можем непосредственно протестировать все наши технологии. есть непосредственно разработка именно хардварной части, то есть именно железных плат, на которых тестируется наш софт. И поэтому, да, приходится иногда и участвовать в этих экспериментах самому. Плюс у нас на самом деле здесь есть для испытания все необходимые автомобили для этого, у нас есть собственный трек, и поэтому очень важно на самом деле самому иногда тестировать, то есть даже когда ты являешься продукт-менеджером, продукт-лидом, именно сесть и почувствовать все то, что ты делаешь, потому что это позволяет вовремя понять, а правильно ли мы это делаем, да, несмотря на все вот эти вот, скажем так, на всю эту удаленную работу, на наши средства моделирования, симуляции, необходимо просто иногда сесть и почувствовать это самому. Это дает большой, скажем так, такой фидбэк своевременный, и ты действительно можешь среагировать достаточно вовремя на развитие дальнейшего этого продукта. Российские разработчики, мне кажется, это сейчас такой бренд в мире. насколько они переоценены, может быть, или оценены как-то адекватно, потому что есть ощущение, что когда компания изначально с российским основателем, он считает, что российские разработчики самые классные и нанимает их. Как у вас в этом плане строится процесс? Мне сложно сказать, потому что я говорю еще раз, я не вижу никакой разницы с точки зрения то, что эти сотрудники лучше, эти сильнее. Нет, всех берут по единым критериям, по единым требованиям, поэтому я не вижу такой, знаешь, особой разницы, то есть это русский разработчик или нет. Мне кажется, компания, которая сама по себе такая интернациональная, она изначально не ставит какие-то такие жесткие приоритеты в направлении именно определенной нации, не знаю, как можно это сказать. Поэтому российские разработчики отличаются тем, что у нас действительно отличная теоретическая база. Нас дают вот эту фундаментальность в каждом из нас понимания всего этого процесса, как это создается. То есть, сравнивая с многими другими, где сразу переходят к каким-то определенным вещам, к определенным инструментам, у нас же многие люди действительно самовыращенные, да, сами пришли к тому, чем они сейчас занимаются за счет того, что вот в них заложили. Поэтому за счет этого русский сотрудник может быть наиболее ценным в сравнении с остальными. Но еще раз я повторюсь, я и в своем опыте, в своей работе не вижу никакой разницы между людьми всех. У всех единые цели, у всех единые требования и все мы объединены как бы одной большой задачей. В России у вас разработка в основном находится? В России в основном разработка программного обеспечения, да, и вот где офис, в котором я нахожусь, там в основном упор на это. А все железо производится в Англии? Не только. В России также есть некоторые элементы производства железа, поэтому здесь просто именно упор больше на программное обеспечение, но и в то же время и разработка программного обеспечения присутствует в Англии. Нет такого четкой привязки к локации, что здесь делается только это, здесь делается Только это, то есть все достаточно открыто И если находится человек в каком-то регионе Подходящий под задачи Те, которые нужны в Англии Без проблем А насколько просто в Arrival вырасти? То есть сделать какую-то Корпоративную карьеру? Если говорить про меня Я никогда не чувствовал никаких преград Я всегда знал, что Что от меня требуется, что нужно Для того, чтобы идти дальше И компания это чувствует И лишь поддерживает тебя в этом Каких-то определенных требований О том, что ты должен пробыть на позиции Здесь нету, я с этим никогда не сталкивался И поэтому, если компания видит Что ты развиваешься, ты прогрессируешь И у тебя роль твоя постепенно расширяется То никаких преград нет Никаких временных интервалов К тому уже даже нет То есть ты можешь сказать, хочу делать этот проект И переехать в Мексику И тебе скажут, окей Да, на самом деле у нас сейчас в компании Даже разрешается переехать в разные офисы То есть у нас именно развиты Вот эти внутренние переходы между компаниями Потому что бывает так, что Человек признается сам себе Что он недостаточно хорош в этом Но понимает, что хочет себя попробовать В чем-то другом И видит в себе какой-то этот потенциал Это абсолютно нормальная история И я на самом деле считаю, что Это одно из ключевых Когда ты умеешь себе признаваться в чем-то Когда ты не тянешь за собой Вот все то, что у тебя не получается Ты начинаешь врать своему работодателю Что, да нет, у нас все в порядке Все хорошо Но это все катится комом Потом комом И лучше быть всегда честным То есть вот самое главное Это честность перед собой Что, нет, я не особо хорош в этом Да, у меня просто не получается И мне, похоже, не хватает бэкграунда Для того, чтобы продолжать это драйвить И это максимально важно Что помогает в таких случаях И всегда приветствуется, когда человек хочет Сменить какую-то позицию, роль или команду Я в последнее время, кстати, очень часто В разговорах с предпринимателями Или с топ-менеджерами крупными Замечаю эту историю Когда человек говорит Я был плохим разработчиком Или я был, там, плохим ученым И когда он это признает И меняет деятельность На самом деле получается очень большой успех А все так и происходит Мне кажется, пока ты пытаешься стучаться В закрытую для тебя дверь То есть все мы уникальны Все у нас свои особенности Все у нас свои преимущества И когда ты пытаешься стучаться В закрытую для тебя дверь Да, это тоже полезно Уметь быть упорным, быть настойчивым Но когда ты чувствуешь, что это не получается То ты закрыт для других на самом деле действий Потому что ты пытаешься все время выполнить это Как только ты себе в этом признаешься Для тебя открывается опять снова целый мир Ты пробуешь себя в чем-то новом И это и находишь Я на самом деле нашел в себе, скажем так Роль именно леда, лидера За счет того, что я понимал Вот у нас есть команда У нас есть задачи И если ребята начинают Как бы отвлекаться на такие менеджерские Какие-то обязанности То есть связываться по каким-то требованиям И я вижу, как это аффектит Наш процесс разработки Мне кажется, что есть две концепции Есть концепция, что вот Чтобы добиться большого успеха Ты должен делать одно и то же Ошибаться, падать, вставать Опять делать, да? А есть вот эта концепция Когда ты понимаешь, что это не твое У тебя это не получается И пойти делать что-то другое Что, возможно, у тебя гораздо круче выстрелит Например, не очень давно Брала интервью у Леонида Богуславского И он был довольно классным математиком Довольно успешным ученым Он сказал Я понял, что я никогда не получу Нобелевскую премию И он ушел в инвестиции И это гениальный инвестор Вот для тебя где эта грань? Когда надо сказать себе Все, нет, это у меня не получается Я пойду делать что-то другое Тут стоит отметить, что все достаточно индивидуально И ситуации, о которых мы говорим Они будут очень индивидуальными То есть все равно Когда мы говорим Что нужно себе в этом признаться Есть очевидные этому признаки То есть в случае, допустим Какой-то технологии Ты прям не знаешь, что с ней делать И что бы ты ни делала Оно не приводило даже Ни к малейшим результатам Ни к малейшим признакам того, что это будет работа Но когда мы говорим о том Что человек пытался завести какую-то идею И какой-то действительно бизнес И он не нашел своего клиента Это тоже очень индивидуально Сколько у нас в мире Даже недавно на самом деле Из ситуации игра в кальмара Насколько я знаю Человек больше 10 лет пытался Как бы кому-то предложить свой сценарий И все это очень индивидуально То есть нельзя сказать, что Да, всегда нужно задаваться И идти другим путем Да, нужно всегда биться головой об стену И продолжать Поэтому тут, я считаю, самое главное Твой внутренний голос Вот этот внутренний голос С которым ты постоянно поддерживаешь диалог И который внутри тебя говорит Но ты же хорош в чем-то другом Это действительно то, что ты всегда хотел И вот если у человека есть ответ на этот вопрос Что да, я именно это хочу И я знаю, что это получится То нужно обязательно продолжать Задам тебе вопрос про work-life balance Есть ли он у тебя Как ты вообще распределяешь свое время Между работой и жизнью Да, и я на самом деле считаю Что это максимально важно Особенно в наше время Потому что я на своем примере Понимаю, что когда я отдыхаю Я наиболее открыт каким-то новым идеям То есть у меня появляется время На то, чтобы поразмыслить Чтобы проанализировать то, что я уже сделал И куда я иду дальше То есть вот это действительно Самый главный момент правильно распределять себя Работаешь, работай на максимум Но умей отдыхать и делать эту паузу своевременно Чтобы проанализировать, что бы ты сделал Я также на самом деле отношусь к обучению Да, в процесс работы ты очень много познаешь И порой это знание достаточно хаотичное Которое ты не понимаешь Как структурно оно расположено И именно использовать процесс образования Чтобы правильно разложить это по полочкам Что же это было с тобой И вот это все я максимально стараюсь Балансировать работу и отдых Как ты распределяешь время в течение дня В течение недели? Наверняка есть что-то горящее Когда тебе звонят или пишут И говорят, что нужно срочно в воскресенье Что-то тестить, смотреть, делать Все зависит от твоего планирования То есть то, как ты планируешь Оцениваешь риски Оцениваешь, что может вылиться в определенный момент И зависит твой рабочий день на самом деле В этом плане я уделяю достаточно очень много времени планированию Именно с учетом рисков То есть именно риск менеджмент Я уделяю там большое внимание Потому что понимаю, что какие риски могут возникнуть На той или иной стадии проекта И заранее готовлю себя по приоритетам И по времени именно к этому То есть у меня на самом деле Я не помню, что возникала необходимость Работать в какой-то нерабочий день То есть в этом плане достаточно Получается до сих пор Именно распределять вот этот вот Как бы тайм-менеджментом заниматься Но, безусловно, с разницей в минус 3 часа И порой с разницей времени на другом континенте Это сложно Да, приходится порой работать очень много по будням Но это осознанное желание То есть именно Что ты понимаешь, что что-то тебе хочется это делать И так как твои задачи достаточно серьезные и масштабные То ты должен понимать, что это влечет за собой Как бы такую ответственность И такой как бы период рабочего времени Поэтому я ни разу не сталкивался с тем Чтобы я чувствовал там себя как-то суперперерабатывающим Да, суперусталым Все это на такой вот правильной ноте, скажем так Баланса между пониманием того, что ты делаешь И непосредственно затратой на это своего времени Редактор субтитров А.Семкин